Ну, давайте начнем с зашквара недели. Зашквар недели – это наш небезызвестный премьер-министр, который, выступая во Львовской политехнике, сообщил, что через 15 лет государство не будет иметь возможности платить пенсии. Хотя, честно говоря, думаю, что не будет такой иметь возможности уже со следующего года. Да, собственно говоря, оно уже давно не имеет возможности платить пенсии, потому что пенсионный фонд-то у нас не имеет возможности куда-либо что-либо инвестировать. Поэтому он полностью зависит от того, сколько дало сегодняшнее поколение, заплатило ЕСВ. И, соответственно, из этих денег выплачивает то, что должен платить по страховым своим обязательствам пенсионным. А от чего не хватает, то компенсируется из бюджета. То есть мы можем уже сейчас констатировать, что пенсионный фонд не способен выплачивать пенсии уже сегодня. Просто в следующем году это усугубится уже практически до полного банкротства. А что будет через 15 лет, я думаю, что мы и не узнаем, поскольку и Шмыгаля к тому времени, скорее всего, не будет. А думаю, не будет его значительно раньше. Потому что подобные заявления, которые делает премьер-министр, они свидетельствуют о том, что премьер-министр не собирается создавать ни 500 тысяч, ни 100, ни даже 1 тысячу рабочих мест. Потому что пенсионный фонд наполняется из ЕСВ, а ЕСВ у нас формируется работающими. А если у нас не созданы рабочие места, соответственно, кто же будет наполнять? Соответственно, премьер-министр говорит о том, что 15 лет, по его пониманию, мы будем деградировать до того уровня, когда у нас вообще работающих не останется. То есть премьер-министр говорит, что его программа настоящая, которую, кстати, не утвердил ни парламент, никто, но вот какую-то программу он в голове держит. Бюджет-то он на 2021 год уже написал, правда? Но, соответственно, какую-то программу он имел в голове, потому что ну как можно написать бюджет, не имея вообще никакой программы? То есть получается, его программа это уничтожение рабочих мест, дальнейшее сжимание экономики, ну и, соответственно, превращение нас в какую-то территорию, населенную некими зулусами, которые сопают землю. В то время, когда большие джундиры трансценциональной корпорации ездят по своей там уже частной земле, собирают здесь урожай. То есть мы ресурсная страна, которая, с одной стороны, зависит от экспортных цен на олею и зерно, а с другой стороны, зависит от импортных цен на энергоресурсы, там, бензин, нефть и так далее. То есть вот мы, а, ну плюс еще там железно-рудный концентрат, да, с одной стороны. Вот такие ресурсные ножницы. И, собственно говоря, вот наш удел, об этом сказал наш выдающийся премьер-министр с не до конца сформированного кабинета министров. Я думаю, что это просто уже лебединая песня. Лебединая песня о том, что премьер уже уходит, и он, собственно говоря, не должен кому-то чего-то там позитиве говорить, ему уже все понятно. Вот, а, соответственно, он может озвучить тайные планы, которые вынашивает кто? Вынашивает Третьякова и Ко. Не нужно считать ее какой-то глупой женщиной, там, или случайно сказавшей о некачественных детях и так далее. Нет. Это все четкая, спланированная, грамотная политика, которая сводится к следующему, что слабый должен умереть. Каждый слабый – это абуза. Но пенсионер, он как батарейка свою отработал, батарейку отработавшую куда? В мусорник. Нет-нет, нельзя ни в коем случае ее хранить и подзаряжать в мусорник, потому что иначе она становится тяжелым грузом в кармане. Знаете, вот батарейка, слабые, больные и так далее. А, вы говорите, что вы уже это читали когда-то, да? Смотрели по телевизору даже? Гитлер говорил, да? Да, было такое, да. Так вот, они это пропагандируют, они это несут в массы. И они считают, что за все нужно платить. Если ты не можешь заплатить за медицину, все, вон из этой медицины. Медицина только для тех, кто может платить. Пенсионная система только для тех, кто сам себе накопил деньги. Накопительные. То есть, заработал, вот твое. Не заработал, пошел вон, сдыхай. Ну и, собственно говоря, разорвать эти солидарные договоры поколения, они хотят прямо сейчас. Они хотят полностью обанкротить пенсионный фонд. Бумаги о его банкротстве положить в виде ОВГЗ, положить в основу капитализации. Государственных же банков. Нужное бабло компенсировать из бюджета. То есть, нас с вами, помните, как они, Приватбанк, живые деньги собрали из бюджета, то есть, из наших с вами карманов. А новые деньги, они хотят пустить через частные пенсионные фонды, как они уже сейчас начали делать частную медицину. За все платить. Вот точно так же они хотят сделать частные пенсионные фонды. Но, поскольку для того, чтобы получить деньги из частного пенсионного фонда, вам нужно будет 35 лет работать. Ну вот, 35 лет вы будете платить, а где будет Третьякова через 35 лет, вы мне лучше скажите, где они все будут через 2 месяца. Но через 2 месяца они не так много смогут с вас сдаить, поэтому я думаю, что где-то ближайшие пару лет, ну, они побудут в Лондоне, поживут. А денежки вы будете им тут в фонд откладывать, они будут забирать. Причем отказаться от этой возможности уникальной, заплатить 3% их частные фонды у вас не будет. Вот чего они хотят провернуть. Но, с другой стороны, вы должны задавать в таком случае понятные простые вопросы. Если у нас банковская система, которая на сегодняшний день действует, характеризует ее как суперликвидную, то есть в ней полно денег, но их потратить некуда. Некуда вложить в экономику, которую тот же Шмыгаль рассказывал, какой у нас будет буст, а его предшественник Гончарук рассказывал про 40% роста ВВП. Так вот, никакого роста ВВП нету. Деньги, которые принесли в банк, лежат там. Единственное, куда их можно использовать, это пирамида ВГЗ, вот эта пирамида внутреннего долга имени Маркаровой. По большому счету, это финансовая пирамида государственного масштаба. Вот и все, куда вкладывают. Реальный сектор не развивается. Не развивается реальный сектор, не платятся опять же эти ЕСВ, и, соответственно, у нас схлопывается вообще все. То есть, к чему я веду? Я веду к тому, что своим выступлением в Львовской политехнике наш премьер, по большому счету, расписался в том, что у нас нет экономики, нет понимания, как ее развивать. У нас нет и не будет рабочих мест. Мы как были, так и есть, и будем оставаться донорами рабочей силы для стран с развитой экономикой. Соответственно, наши заработные платы будут неконкурентны, и вот эти поднятия минималки на 200 гривен, поверьте, ничего, кроме сбора обязательных налогов схлопов, самозанятых, несчастных, которые еще каким-то образом, вопреки этому государству, дышат, никакой другой цели не преследуют. И, собственно говоря, он объявил о том, что пенсионные фонды, они тоже хотят украсть и сделать его частным. И все это уже, ну такие вещи люди говорят, как правило, на пороге ухода. Хорошо, уходит шмыгаль, и что дальше? А дальше, я думаю, есть несколько вариантов. Дальше будет, скорее всего, либо коалиционное правительство, причем иных вариантов нет. Если коалиционного правительства не будет, в таком случае у нас будут досрочные выборы. Но они будут в любом случае, будет коалиционный или не будет. Парламент и так уже ушел на так званые коронавирусные каникулы по одной простой причине, что никакого большинства, моно-большинства, тем более уже в помине нет. Хотя его не было еще до начала лета, и среднее число голосов, которые давало монобильщисть за законодательство, за законы, ими же предложенные, было в среднем 214 голосов, что явно меньше 226. Я уже молчу о полном составе монобильщисти. То есть, по большому счету, мы идем к той второй волне кризиса, о котором я так много говорил. Мы идем к кризису политическому. Масло в огонь подольет этому политическому кризису, подольет и расклад на местных выборах, если они, конечно, состоятся. Потому что сейчас я бы оценил вероятность того, что они состоятся как 50 на 50. И вероятность того, что даже состоятся и подведут итоги, вот возможность подведения итогов этих выборов, тоже как 50 на 50. Расклады по поддержке, то есть по легальному, по легитимности действующей власти. То есть, власть-то легальна, но легитимна ли она? То есть, поддерживают ли население легальную власть? Вот уровень легитимности власти будет катастрофически падать. По сути, это будет промежная оценка этой власти. И результаты местных выборов будут, знаете, таким отрезвляющим душем для действующей власти и эликсиром молодости для оппозиции. Естественно, это все отразится на парламенте. И, естественно, бюджетный процесс, мы понимаем, что никакого реального бюджета не существует. Когда нам говорят, что у нас бюджет сбалансированный, при том, что многие говорят, а как он может быть сбалансированным, если там 6% дефицит? Очень просто. Сбалансированные в их понимании, это когда вы указываете источники покрытия вот этого 6% дефицита. Знаете, какие? Пирамида ОВГЗ. Обратно-таки вот это единственное, знаете, вся страна превратилась в казино, тотализатор. То есть вот эта вот пирамида ОВГЗ, вот этих внутреннего долга, она стала тотализатором как для транснациональных спекулянтов, так и для нас, так и для Минфина, так и для банков, и вообще для всей страны. Вся страна играет тотализатор. Мы превратились вот в этот вот, знаете, казино, страна-казино, где можно в залог оставлять землю, предприятия, органы, в общем, себя. Вот вся страна превратилась, знаете, в такой всеобщий ломбард, соединенный с казино. И мы играем в этой игре, знаете, кто последний, тот и лох. Вот, собственно говоря, понимая, что в такой ситуации склепать какой-либо бюджет, не имея видения, а как же мы выйдем из этого казино, и при этом не останемся должной ломбарду, если понимания у действующей власти нет, то понимаем, что наступает политический кризис. Это значит, что вполне возможно, из этого кризиса мы выйдем мирно, но тогда нужно будет носить изменения в Конституцию, и если и оставлять пост президента, и Зеленский, таки, наверное, будет действительно последним президентом, который, ну, вляпался и поставил точку в этой жуткой истории, то есть фактически вернуть всю власть, как и задумывали отцы-основатели Украины, вернуть власть парламенту и единственному органу исполнительной власти Кабинету министров убрать дуализм между администрацией президента и Кабинетом министров, либо, ну, либо страну просто будет разрывать еще до Нового года, но я надеюсь, что мы выйдем политическим путем, то есть путем внесения, еще раз скажу, изменений в Конституцию, выборов как парламентских, так и президентских, но уже с новыми полномочиями президентских, скорее всего, что кризис будет развиваться сразу после местных выборов до Нового года, кризис будет и финансовый, и политический, а решение этого кризиса будет лежать в весенних выборах, может быть, совмещенных с местными, будут ли они на территории Ордло, не знаю, возможно, но, скорее всего, это будут не только парламентские выборы, но это будут также и президентские, и уже под новые полномочия нового президента. Продолжение следует...